добрый день друзья с вами по-прежнему верхов и вот как обещал сегодня мы с вами ну подробную видео мануал посмотрим по мини клевалки несмотря на кажущуюся простоту все равно возникают вопросы итак что нужно чтобы мини клевалка у вас заработала ну прежде всего нужно скачать пакет microsoft офис а именно программу excel word и access и установить на свой компьютер версия microsoft офис не ниже 2013 года старше можно ставить версии но вот ниже 2013 года не нужно ставить при первом запуске выскакивает окошко безопасности да если вы скачали файл то файл имеет вот такое как видите восклицательный знак но этот восклицательный знак говорит только об одном что в этом файле включена поддержка макросов макросы вы можете самостоятельно настроить но предположим когда тройку офиса и так открыть щелкнуть по файлу учетные параметры и вот возник появляется окошко и здесь вот можно настроить у нас с вами все что хотите центр управления безопасностью параметры центра управления безопасности вот параметры макросов и вот здесь включить макросы окей окей и все и все вас заработает итак открыли ли вы мини клевалку и перед вами несколько закладок а именно там клевалка сафари трофеи триады вот эти четыре закладки вы перед собой видите но основная закладка это клевалка вот она сейчас на моем экране что здесь но все стрелочками показано и так нужно просто выбрать рыбу как сделать вот нажимаете вот на этот треугольничек и выпадает список он автоматический список вы можете выбрать листа и список а можете просто выделить вот так и начинать водить рыбу ну давайте платва вот вы вели три буквы тв идет авто подстановка третью букву в четвертую букву ведем платва вот как видите то есть можно и так ну то есть начинать водить авто дописка идет название рыбы и вот смотрите значит если мы начинаем выбирать все что желтым светом покрашена все что желтым светом покрашена это все можно редактировать все здесь можно писать и так ну давайте мы выберем показательную там предположим плату но на деревенских просторах и как видите когда мы выбираем рыбу базу то вот здесь вот стрелочкой показано формируется локации причем локации отсортированы сверху вниз чем выше локация тем активнее рыбы тем проще ее поймать тем там ее больше на этой локации и вот как видите вот здесь вот сейчас вот появился новой версии интеллект появился вот эти цифры которые вы видите это процент от максимального веса в игре и сразу же игра но то есть формулы выбирают и начинает подсвечивать они вам показывают что на платва на деревенских просторах на локации пустая лодка максимальный вес равняется среднему среднему вот видите ушел значит максимальный вес вот вес тут равняется 59 процентов 60 процентов от максимального рыбы в игре и покажется насадки ручейник казара мотыль вот на эти насадки вы будете ловить максимальный вес на локации вы не на тесто будет очень плохо клевать очень редкие поклевки вот если мы сейчас с вами посмотрим то тесто то мы тут и с вами вот вот найдем но смотрите как они вниз к стоит то есть какая она неактивный среди всех насадок на базе потому что на базе но преобладает средний вес или самой популярной насадкой конечно геркулес мотыль ручейник внутри насадки которые ловят мелочь и зачетный и средний вес вот этот интеллект но давайте другую рыбку возьмем под каменчик например когда выбираете рыбку видите появляется запись началась обработка веса выберите базу и локацию но базу мы здесь вот то есть автоматически списки формируются но предположим ведь им сейчас появился список локации все автоматом работает вот вот она значит подборка насадок здесь идет блок подборки насадок вот сейчас нам стоит выбрать локацию и нам интеллект программы покажет какой будет вес на локации но давайте мы выберем но осенний витим предположим и посмотрите нам показывается что вес здесь под каменчика на локации осенний витим 80 процентов от максимального и подсвечиваться все насадки то есть тут ловится с успехом и максимальные веса и средние веса и минимальные веса также когда вы выбрали локацию здесь автоматом вот здесь формируется список рыб всех которые есть на данной локации с индикации светофор зеленый свет означает нормальный стабильный клев поймать такую рыбу которая посвечена зеленым кружочком не так сложно желтенькая индикация эта рыба значит ну с выраженным тоже со выраженной активностью и в общем то не не будет затруднений с поимкой рыбы всегда обращаю внимание вот на переходные зоны светофора то есть вот там менее если ловить и сега если ловить на локацию витим но они будут приблизительно одинаковые это условное такое деление и белые индикации ну то есть это неуверенный нестабильный клев вплоть до одиночных поклевок поклевок на локации этих рыб также когда вы выбираете локацию когда вы выбираете локации появляется подсказка ну какое количество вы здесь можете поймать но как видите под каменщик ну можно ловить да можно ловить но 10 поклевок будет такую насадку предположим как ручейник как ручейник будет 10 поклевок в сутки в среднее усредненная величина это не значит что именно 10 будет вы можете поймать там 15 предположим или 20 но средний такой средненная величина 10 рыб в сутки но это как бы чтобы ориентироваться какая же активность будет выбранной рыбы сколько вы сможете поймать также здесь представлена блок представлен блок ну постоянных составляющих рыбы для всех баз вообще в игре но как видите ее активность суточная очень все понятно здесь не нужно ничего жевать уровни лова поверхность середина дно значит есть прикорм нет прикорма минимальные глубины это вот что касается основных действий в этой клевалке так любую рыбу выбирайте автоматом формируются списки автоматически формируются списки где эту рыбу можно поймать выбирайте любую нужную базу ахтуба и вот теперь нужно выбрать вот из этих локаций что-то выбрать вот здесь вот и тогда появится вам подсказка какая рыба то есть на какие насадки лучше всего ловить какого здесь рыба веса максимально ну давайте выберем трехречи и вот смотрите сразу же появляется дополнительную вся рыба на на локации звездочкой подсвечены трофеи трофейные веса и вот вам подсказывается что на трехречи по дождь он тут среднего веса и ловить его нужно на перловку да на мотыля с кукурузой и как видите и по базе тоже мотыль кукуруза перловка хлеб ну вот так вот если есть трофей вот тоже очень показательно но давайте предположим возьмем такую как акулу мака чтобы было понятно то есть нужно анализировать что там нам дает клевалка вот давайте выберем акулу маку подтормаживать слегка потому что полный экран пишется компьютер не не очень сильный и как видите вам информационное сообщение началась обработка веса выберите базу и локацию ну где акулу маку у нас давайте посмотрим где и вообще можно поймать акулу маку где можно вот на глупогорских островах на японии великобритании вот на трех базах ее можно поймать давайте вот галапагосы но все очень интересно что здесь и вот нам показано основные локации где это рыба водится большие силы на тортуги и меньше всего на бартоломе вот на этой локации меньше всего давайте посмотрим теперь с весом что же у нас ждет какая же вес нас ждет на локации тортуга и как и тут нам поймать акулу мака и вот у нас сразу же значится как видите акула мака на глупогорских островах на локации тортуга стоит в зеленой зоне ну то есть можно и ловить но она близко к переходной и видите на этой локации какой резкий перепад то есть нет такой промежуточной рыбы или клюет или слабо клюет рыбы вот тут как тут построена локация она находится близко к переходной зоне и поэтому клев то здесь не очень будет сильно усилены всего от 18 нам показывает средний улов на тортуги и как видите нам подсвечивает что здесь нет максимального веса что нужно ловить ее эту акулу на окорок на твистер и на куриную печень вот на эти три насадки нужно ловить чтобы поймать нам хороший вес на это локация акула но здесь большинство ловит на мясо почему потому что тут ей шелковистая акула это раз да здесь есть трофей шелковистая акула на этой локации и поэтому на мясо также у нас клюет несмотря на то что вес здесь средний максимальный средний вес в игре то есть среднего вес веса рыбы все равно ловится на мясо потому что шелковисты акулы клюют на мясо есть тоже поклевок меньше чем шелковистых акул но идет макова поклевки на мясо на немелки там разные клюют и зачетные мелкие вот но если вы хотите действительно поймать зачетный вес хороший вес должны выловить на окорок это лучшие в общем насадка будет лучший насадка для вылова максимального веса акулы мака на такой локации как-то артуга если мы возьмем следующую локацию предположим изобелла но подавайте по анализируем что мы сейчас с вами увидим мы увидим что здесь тоже в общем то вес то уже смотрите подсвечивает нам программа здесь тяжелый вес и равняется 90 процентов от веса в игре и здесь конечно мясо на мясо вы будете ловить акулы маку и здесь будет они хорошего веса клевать на воблер будет хорошего веса клевать ну соответственно вся мелочь тоже есть и средний вес он будет попадаться вот так вот интеллект этот работает в этой клевалке также здесь еще какая дополнительная информация и так при выборе локации появляются обитатели все на локации при выборе рыбы автоматически формируются списки баз где их можно ловить при выборе базе автоматически формируются локации где рыба клюют появляются полностью информация который не зависит ни от базы не от локации ни от чего не зависит это постоянная составляющая вида ну то есть его активность суточная прикорм уровня лова и глубины минимальные есть блок насадок есть блок насадок подбора насадок то есть как поймать тяжелый максимальный вес если он присутствует на локации или средний вес или мелкий вес но чтобы было понятно что такая вот разница между максимальным средним и мелким возьмем тоже такую показательную рыбу как сом например и такая же показательная база такая же показательная база вот исследуйте подсказками то есть вот вы выбрали рыбу и сразу подсказочка вам показывается нужно выбрать базу нужно выбрать потом локацию вот она стрелочка путь показывает база вот список баз и вот она локацию здесь и давайте мы с вами выберем паша очень просто показательный сон на паше как только выбрали базу сейчас вот автоматом сформировали список локаций где можно поймать этого сама и появились насадки для базы не для локации для базы появилась характеристика смотрите сон то окажется клюет и утром и днем и вечером но наибольшего активность ночью клюет он со дна то есть уровень лова дно вот теперь давайте мы выберем локацию и посмотрим вот предположим муромское шоссе и нам смотрите сразу же программа подсказывает смотрите здесь мелкий вес сама и здесь его нужно головить на головастика пиявку вот но не на какую не на курицу ничего не на малька а именно на головастика пиявку и тогда будет успех то есть вы поймаете тяжелого сама на этой локации если мы возьмем другую локацию предположим тихий закуток давайте посмотрим как какого веса там сон тоже мелкого веса это же на головастика ловить а теперь давайте стариться посмотрим локацию вот смотрите она старится уже вес сама поднялся он потяжелел и составляет ровно 50 процентов от веса в игре ну то есть где-то 150 килограмм приблизительно и уже здесь нужно его ловить на медведку на твистер и на воблер то есть лучше предпочтительные насадки это блесна блеснить его лучше нежели чем био нас а если мы возьмем предположим впереди деревни давайте посмотрим здесь что у нас сон как представлен тоже мелкий сон опять же головастик пиявка то есть на эти вот насадки вы здесь поймаете хорошего сама ну его здесь мало как видите находится в белой зоне внизу списка то тоже чем понятно же да чем ниже рыбы в этом списке тем ее труднее поймать лесом как видите внизу списка на хит находится а если мы возьмем предположим того же сама вот ну где ну давайте вот на припяти возьмем сама посмотрим посмотрим да что на курицу но курица это в общем-то для тяжелого сама насадка курица если мы сейчас посмотрим такую локацию как отстойник до наиболее популярная давайте посмотрим что мы увидим нет здесь маленький в общем-то сом но здесь есть друзья значит трофей и вот это вот курица которую видите на самой популярной самой активной насадкой на базе это вылов трофея друзья на самом деле его здесь лучше ловить на блесна на воблер и на твистеры чтобы поймать хороший вес я такую насадку как медведка а на курицу здесь будет плохие поклевки но есть возможность вероятно есть возможная вероятность поймать трофей будет конечно клевать тяжеленький сон может быть и мелкий клевать потому что курица в рейтинге насадок для вылова предположим среднего и мелкого веса стоит очень низко то есть вероятностью поимки там небольшая там 20-30 процентов но насадка вот здесь вот как видите курица до наиболее активны только лишь потому что здесь пытались поймать трофейного сома кстати тут окошко подсказывает что есть на этой локации есть трофейный сом вот она звездочка и вот подсказывается медведка и курица лучше на медведку трофейного сома ловить чем на курицу тоже насадки все отсортировано по убыванию то есть чем выше запись тем она важнее тем она лучше тем крупнее быстрее можно все с этой записью сделать за исключением вот этих насадок друзья то есть зачетный вес средний вес на локации от стойник но тем не менее курица самая популярная насадка на базе лишь только потому что вылавливали трофея а если вы будете ловить тот на медведку как видите вторая насадочка нам показывает что на медведочку тут в общем-то будет ли это сама ловить вот это что касается основных позиций данной колевалки к работе то есть все очень просто все интервентивно здесь же на этой закладке вы видите помощники по проигровке турнира максимальный вес и проигровки максимальное количество предельно просто выбрали базу где вы играете максимальный вес но предположим амур вам сразу же появляется какая рыба нужно ловить калугу выбрали здесь калугу и вот вам подсвечена сразу же калугу и вот она звездочка и как видите она находится в зоне неуверенного клёва и всего ее семь штук восемь штук вы поймаете за игровые сутки она во время турнира возможно 3-4 поклёвки всего увидите и вес ее здесь мелкий и ловить ее нужно на малюшку на тушку рыбы на кусочка рыбы это рекомендованы насадки по выводу обработки всех фишлогов в игре а это то что на на что ловили на базе но самая популярная насадка как видите малек то есть малюсь прикорма нет ловится со дна лучше всего ведь утром и днем ловить к вечеру хуже и ночью совсем редкие поклёвки то же самый турнир максимальный вес просто нужно выбрать максимальное вернее количество просто нужно выбрать любую базу где вы играете деревенские просторы вам сейчас покажут кувшинки и лилии дно червь как вариант проигровки турниру вам показываться локации все понятно все просто нужные ссылки это в общем-то на призовые плюс на насадке это таблицы рекордов это в общем-то сам сайт собственно говоря этому и канал а это вот интересный такая работа пользователей хорошие очень таблицы очень который помогает в игре ну понятно да то есть что нового версия 6 то есть подсветка рыбы сразу чтобы ее не искать и в общем-то интеллектуальная обработка веса но то есть на что ловить показывает сразу что здесь вот калуга мелкая и не парьтесь ловите и вот на эти вот насадки ну и соответственно анализируйте эти насадки эти насадки делайте выводы то есть если вы видите мелкий вес алоид предположим на насадки для крупной рыбы то это скорее всего скорее всего вылавливают трофея на базе понятно следующая закладка которая здесь присутствует это помощник по сафари предельно простая то есть этот лист не защищен ничем ну можете редактировать можете что угодно здесь сделать свои какие-то поправки здесь вносить и так выбираете автоматом вам сейчас отобразится база кама вот она отобразилась вам показывается формула посчитала что всего здесь 38 уникальных видов и вот вам показано все рыбы они могут повторяться лишь только они будут повторяться в одном случае что активность их будет одинаково на локациях вот и вот вам показаны все рыбы ну предположим кама галёва больше всего здесь можно быстрее всего здесь можно поймать чебака окунь красноперку густеру вот эти четыре вида поймать насадки и если ловили их на блесна то блесна все предельно просто то есть анализируйте вот эту вкладочку анализируйте вкладку клевалок при тем как играть сафари составляете себе план и пожалуйста играйте можете просто пользоваться вот этой вот закладкой ну то есть она уже отобрана на всех локациях представлены самые активные виды наиболее активные виды и вот ловить 38 видов поймаете на базе камы и считайте что турниру вас кармане сто процентов бояться не нужно следующие друзья закладка появилась исключительно потому что народ интересуется только трофеями и плевать на остальную рыбу по большому счету в принципе ну я немножечко изменил если в предыдущих версиях выбирали мы трофеи базу то здесь по базе шли трофеи сейчас самостоятельно вот эта табличка то есть вы можете выбрать любую базу самостоятельно и посмотреть всех трофеев на базе ну и собственно и здесь вот выбираете что вам нужен какая рыба вам нужно какая рыба вам нужно ну давайте возьмем кого возьмем ну давайте возьмем плотву что ли и вот кижич давайте возьмем кижич опять же следует подсказку на этой базе нет такого трофея вот здесь друзья для желтенькое поле нужно просто автоматически сформировалась все базы где можно поймать трофеи и вот пожалуйста давайте мы на море посмотрим и вот он подсказка ловить нужно на базе мужские протока ловили по фишлогу на твистер 107 ловили с поверхности с поверхности вот глубина ямки показывать 0 внутри штуки это по фишлогу который мне был я с него выбирал и соответственно суточная активность трофея и уровня улова все предельно просто чисто информационная такая вещь то есть нет конкретного времени когда трофей поймался но может пойматься в любое время следующая закладка отдельные триады ничем не отличается от основной закладки выбираете базу любую как на которой играете триаду и выбирайте вам нужную рыбу просто нужно вот это все перри выбрать по нового здесь и рыба предположим вам нужен лещ вам нужен на базе корюшка вам нужно и вам нужно на базе угарь вот эти три рыбы вы играете триаду и вот вам клевалочка автоматом все выбрала лещ где можно поймать подсветила трофей посмотрите как вес распределен но помните что здесь чем выше то есть принцип сортировки по убыванию вверху самое лучшее по активности внизу менее активно и вот подсказочки идут вам сразу же то есть на какие в общем-то насадки ловили леща на по шее то макароны горошек да были две популярные насадки мушки ловили 7 1 8 дно активность на самой заселенной локации очень высокая ну то есть вот на старец и леща поймать несложно совсем так здесь в общем то все предельно просто все понятно не требует никаких комментариев ну то есть подсвечена самая активная локация если есть трофеем подсвечен на это локации вес подсвечена индикация веса насадки данные уровни лова и светофор но светофор уже четырехзначный ну то есть зеленый цвет это хорошо поймать можно запросто как бы не париться желтый цвет это в общем то ну можно ловить хотя не так как хотелось бы активно но поймать в общем то не составляет туда белый цвет ловить сложно все будет зависеть от многих причин в частности от конфигурации рыб ну то есть поймать сложно и красный цвет это просто одиночные поклевки но я не знаю сейчас мы давайте с вами попробуем красный светофор найти так но трамвий сапог вот хорошее давайте вот так средний рваный сапог и как видите да красный светофор больше всего его ловили на берег спасавший фантазии и в общем то ловили на многие насадки на червя на пиявку на боем и так далее так далее а что там на этом на береге спасавший фантазии ну наверняка какой то есть трофей раз там его больше всех поймали там просто больше всего попыток забросов было вот она эта индикация понятно да но то есть если вам в триаду выпадает рваный сапог ну то есть есть смысл задуматься если вы видите белый и красный светофор ну что очень тяжело будет играть эту триаду ну вот и все друзья вот и вся клевалка ну то есть вот так она работает